Красноярскому педуниверситету 85 лет. Старейший вуз края готовится к реализации новых больших проектов. Это перечеркивает все слухи о его возможном закрытии или реорганизации. Об этом в рубрике «Говорим о главном» рассказывает проректор КГПУ Сергей Шилов. Сергей Николаевич, на этой неделе КГПУ исполнилось 85 лет. — Правильно я понимаю, что педагогический вуз — это самый старый вуз Красноярского края? — Да, правильно. Это действительно по возрасту сейчас самый старый вуз. Но мы «старый» берем в кавычки, понимая, что мы себя старыми не ощущаем. Последнюю современную историю мы ведем с 1932 года. В октябре месяце был подписан соответствующий документ правительства Российской Федерации. Но если посмотреть глубже в историю, то учительский институт существовал еще и до революции в Красноярске. Поэтому мы, во всяком случае, более 100 лет в Красноярске существует педагогическое образование. — То есть педагогическое образование — это было первое профессиональное образование на территории Красноярского края. Почему? Почему не лесники, не дичники, не медики, в конце концов? — Ну да, было понимание тогда властей о том, что развивать страну без учительства, без соответствующего уровня образования и гуманитарного, и тогда технического просто невозможно. И вот это дало свой результат. Интеллигенция в Сибири и в Красноярске, и вообще на территории Сибири во многом была сформирована благодаря деятельности педагогического института, а потом университета. — Последние предъюбилейные годы прошли, ну, скажу так корректно, на неком тревожном фоне. Постоянно возникали слухи о том, что педагогический университет, а, закрывается, б, присоединяется, реорганизуется, в общем, что-то с ним неприятное должно произойти. И это объяснимо, потому что через это прошли многие вузы города Красноярска. Что скажете по этому поводу? — Ну, мы сейчас абсолютно уверены в нашем будущем. Все разговоры, которые могли иметь место несколько лет назад в прошлом, сейчас заявлена совершенно четкая позиция нашего учредителя Министерства образования и науки о том, что педагогическое образование, высшее как самостоятельное, исключительно важное, так сказать, отрасль, будет существовать, будет развиваться и будет поддерживаться. Ну, и, кроме того, по всем последним, так сказать, показателям мы входим в пятерку или десятку ведущих педагогических вузов нашей страны. — Вот такой вопрос. Существует мнение, возможно, это миф, а если не миф, а правда, может быть, это оправдано, что в педагогических университетах, не только в вашем, вообще, в принципе, самый низкий процент выпускников, которые устраиваются по специальности. Это правда или нет? — Сейчас нет. Это из области мифов. Действительно, мы, может быть, лет пять назад констатировали, что около 30% не более выпускников находили себе место в образовательных учреждениях, осознавая важность трудоустройства и понимая, что это один из важнейших показателей эффективности деятельности вуза. И местные власти, естественно, и руководство университета предприняли ряд организационных шагов, которые позволили нам сейчас, в общем, с удовлетворением отмечать, что мы более 70% выпускников приходят по окончанию университета в образовательные учреждения. Для нас, кажется, это вполне позитивный такой интересный результат. Скажу просто два слова о том, что педвуз активно предложил, я такого опыта больше в нашей стране не знаю, и внедрил практику так называемой педагической интернатуры. Мы хорошо знаем и помним такой опыт в медицине, когда педагог стажировался, выпускник медицинского вуза стажировался в лечебном учреждении, прежде чем пойти в самостоятельную практику и уже быть способным решать какие-то самостоятельные задачи. Вот мы в таком, может быть, каком-то приближении, но построили педагогическую интернатуру таким образом, что выпускник на последнем году обучения в вузе фактически большую часть года проводит с погружением в образовательную среду. А сколько таких? Мы начинали три года назад педагогической интернатурой было охвачено 40 студентов, сейчас 300. 300. 300 выпускников вот через педагогическую интернатуру проходят, как результат мы имеем то, что имеем. Спасибо большое, удачи вашему вузу. Спасибо. Праздникам еще раз. Спасибо. Спасибо.